Надо напомнить о имущественных налогах, так как у нас срок 1 декабря будет уплата имущественных налогов, но вручение уведомлений должно быть за 30 дней до наступления срока, то есть сейчас мы подготавливаемся к исчислению этого налога, чистим базы. По категории изменения прошли льготников, то есть теперь у нас люди с 2020 года, но за 2019 год мы сейчас начисление делаем, попали в категорию льготников люди предпенсионного возраста. То есть с 1 января 2019 года они будут пользоваться льготой по имуществу и земле в рамках законодательства. За год до наступления пенсионного возраста человек имеет право пользоваться этой льготой. Если у нас получается какую-то льготу по военнослужащим или участников ВОВК, они обязаны заявить эту льготу, она носит заявительный характер, то сейчас по законодательству получается предпенсионный возраст и пенсионеры сведения должны нам предоставить ПФР. Если вдруг у него какие-то сведения нам не выгруженные получается из этих органов, то и у него исчислен налог, то человек может нам заявить эту льготу, то есть сообщить о том, что он является льготируемой категорией. Когда получит квитанцию или когда, если он подключен к личному кабинету, у него выгрузка будет в личный кабинет, это о том, что у него есть льгота. Хотела по имущественным налогам еще напомнить нашим гражданам о том, что они должны еще уплатить налог, который был исчислен за 2018 год, так как у нас задолженность на 1 января 2020 года составляет 657 миллионов по физическим лицам. И основная масса – это транспортный налог, где задолженность 377 миллионов. То есть человек садится в машину, наверное, должен подумать, оплатил он налог или нет. Конечно, мы предпринимаем все меры для взыскания этой задолженности, отработали порядка 16 тысяч судебных приказов, то есть это уже в принудительном порядке взыскиваем. И сейчас уже начинаем отрабатывать задолженность, которая образовалась на 1 декабря 2019 года. Это основная доходная часть, что областного бюджета, что местного бюджета, соответственно, на то, что идет на социальные ноты и на выплату разных заработных плат, учителей, работников социальной сферы и всего прочего. Все это очень затягивается, когда в судебном порядке, потому что оформляется сначала два раза мы предупреждаем плательщика о том, что мы на него выходим, потом в судебном порядке, а затем уже, когда получаем исполнительный лист или судебный приказ, мы его переправляем в службу судебных приставов. И они уже, получается, в принудительном порядке начинают взыскывать эти долги. Если сумма задолженности больше 10 тысяч, то она является ограничением выезда за рубеж. Но люди, наверное, понимают все равно, потому что это будет взысканно. Никто не спишет и никто не простит, как раньше рассчитывали, что если я не уплатил, то с меня никто не взыщет. Нет, налоги все взыскиваются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!